Как показывает практика, смена места жительства проблем не решает. И таких мест в России, где можно достойно жить и работать без проблем, совсем немного. Об одном из них в нашем следующем репортаже. Народное предприятие совхоз имени Ленина. Молва о том, какие условия, созданные здесь для сотрудников, идет по всей стране. Большая часть коллектива – люди, переехавшие сюда жить и работать. Зимний день в поселке совхоза имени Ленина. Здание администрации и лаконичное объявление на дверях. Работу здесь получают редко и только лучше. Текучки кадров на предприятии нет. На данный момент мы никого сейчас не берем, потому что нет у нас вакансий. Последние сотрудника мы взяли где-то в 2015 году, который уже постоянно работает. Ну то все еду за хорошей жизнью, за хорошей зарплатой, за хорошими социальными условиями для себя, для своих детей. Средняя зарплата здесь более 70 тысяч рублей. Но, конечно, самая важная причина переезда в совхоз – возможность получения доступного жилья. Этот дом известен в поселке совхоза имени Ленина каждому. Здесь живет руководство, а по соседству – рядовые сотрудники. Семья слесаря Дмитрия Ганшина поселилась в доме в 2012-м. Этому предшествовал переезд Натальи и Дмитрия из Калмыкии в Подмосковье. В 2006 году Наталье предложили там работу. Супругам хотелось, чтобы дети получили хорошее образование. Поэтому они решились – продали квартиру в Элисте и поехали. Но не все пошло гладко. У нас двое несовершеннолетних детей на тот период было. И необходимо было решать жилищный вопрос. И нас пригласили в совхоз имени Ленина, так как у меня супруг имеет образование инженерное. И его профессиональные компетенции пригодились здесь. Дмитрия, выпускника радиотехнического университета, высоко оценили на предприятии. Через три года дали квартиру на особых условиях. Цена меньше, конечно, чем рыночная. И как бы беспроцентное судо. Тоже нам не надо было сразу вкладывать какие-то большие суммы денег, чтобы переехать и жить здесь. Мы в процессе проживания оплачиваем эту сумму частями, ежемесячно. Наталья работает директором школы в Москве. За последние годы успела получить второе высшее образование. Оба сына поступили в Плехановский университет. Старший сейчас служит в дивизии имени Дзержинского в роте почетного караула. Вслед за Натальей в совхоз переехала ее младшая сестра Анна. Преподает в школе. Стала финалистом районного конкурса «Учитель года». В совхозный поселок вся семья влюблена. Здесь спокойная и душевная обстановка. Нам не надо ехать даже практически на дачу. Потому что у нас здесь созданы все условия. Облагорожены пруды, есть прекрасные парки, взаимоотношения у людей. Потому что многие друг друга знают. Очень теплые, чисто, красиво, ухоженно. Дмитрий Ганшин встретил на улице знакомого. Инженера-технолога комбината по переработке Сергея Белоуса. Сергей с семьей тоже переехал в совхоз. Но его случай нетипичный. Выпускник Темирятевской академии Сергей переехал сюда из Москвы. До этого, да, искал работу. Хотелось все-таки по специальности. Потому что он пять лет отучился, а получались предложения только либо менеджер по продажам, либо продавцы-консультанты. Работать в совхозе Сергей начал шесть лет назад рабочим купажистом. Потом стал инженером-технологом. Из своих бывших однокурсников он – исключение. У нас практически никто не устроен по специальности. Вот конкретно по нашему направлению, плодо-овощному, один человек, ну вот я. Если брать мясопереработку, то там человек пять-шесть работают по специальности. В Москве приходилось ютиться в пятером в тесной двухкомнатной квартире. Теперь у Ксении и Сергея свое жилье, приобретенное со скидкой в беспроцентную рассрочку. Большая двухкомнатная квартира. Свой переезд из столицы в совхоз имени Ленина семья считает мудрым решением. Стало лучше и детям, и взрослым. Тут люди по 30-40 лет работают. Вот казалось бы, там 6 лет работаю, а пролетело все там буквально как год. Анастасия Лукашевич, Красная линия.